всем привет и с вами сергей чураков и я сейчас хочу поднять интересную тему про мошенничество в сфере киева киви кошелька я попытался сейчас войти в кабинет войти мне не удалось пришлось установить пароль получаю инструкцию вот вы хотели изменить свой пароль там вот 31 минуту назад кликаем сюда кликаем и в итоге агенты не вступ не существует в системе давайте рассмотрим другой вариант у меня есть карточка этой платежной системе киви она работает до семнадцатого года сегодня у нас не семнадцатый год сегодня только 15 июля работает карточка аж до девятого месяца семнадцатого то есть еще должен срок действия свыше года но агента уже нет позвонил в эту шарашку по вот этому уникальному номеру а девушка мне так ответила что если вы не пользуетесь карточкой вообще кабинетом не пользуетесь в течение 180 дней то ваш аккаунт аннулирует я говорю а как же карточка 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 прощается то есть карточка тоже перестает работать то есть понимаете они противоречат себе то есть им нужно мало то что я заплатил за эту карточку за эту карточку деньги теперь мне надо заново регистрироваться и заново платить деньги вот но есть радостная новость хорошо что ими уже занялись вот это дурацкой платежной системой киеве потому что во всех платежных системах других если ты год два три даже не заходишь кабинет тебя не аннулируют то есть платежная система держится за клиента киеве за клиента не держится и совершенно радостная новость буквально на днях роскомнадзор заблокировал скрилл и киеве ну ладно скрилл это понятно это великобритания вроде как хотя я подтверждал скрилл почему-то у меня с украины подтверждение приходило на скрилл но киеве это хорошо роскомнадзор заблокировал платежной системе киеве да и много много разных статей вы найдете по запросу даже вот так я уберу скрилл там не обязательно вот так заблокировал киеве вот семнадцать часов назад роскомнадзор заблокировал сайты платежной системе киеве и скрилл но сайт еще работают но факт в том что услугу я уже не получаю потому что они просто так решили отказаться от предоставить отказать предоставление услуг хотя между прочим для того чтобы пользоваться этой платежности на киеве надо было даже проходить верификацию то есть я целом паспорт для верификации этой киеве то есть получается а моя верификация она коту под хвост мои действия с этой платежной системе тоже коту под хвост в общем не попадайтесь с этой платежной системы не рекомендую не пользоваться потому что через 180 дней если вы последний раз совершили платеж вот пройдет 180 дней и вы лишаетесь доступа к своему кошельку ваш счет просто аннулируется и он больше не восстанавливается и так пишите комментарии что вы думаете по этому поводу какое ваше мнение ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был сергей чураков до скорых встреч всем пока и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok